Утро пятницы стало несчастливым для водителя вот этого автомобиля. На перехрёстке улиц Никитина и Пушкина Володарского района водитель, уворачиваясь от столкновения с другой машиной, выскочил на тротуар и наехал на трёх пешеходов. Ещё зелёный не мигал, разрешающийся на стопора. Стал выполнять, поворачивать налево. Машины в двух рядах стояли, третий ряд движения никакого не было. Я поворачивал в спокойном режиме, скорость не более 50 км в час. В момент поворота на завершение манёвра, вернее продолжение манёвра, вылетает машина навстречу. Я успеваю остановиться, нажать на тормоза, полностью остановить автомобиль. Водитель пролетает мимо меня, уходит от столкновения, вылетает на тротуар. Я увидел подлетевших людей. Четырёхлетнего ребёнка в тяжёлом состоянии с закрытой черепно-мозговой травмой доставили в реанимацию детской областной больницы. У 19-летней женщины закрытая черепно-мозговая травма, перелом правой голени. У 57-летней пострадавшей черепно-мозговая травма, ушибы грудной клетки, костей таза, тупая травма живота. Водитель автомобиля Киа, уходя от столкновения с Ниссаном, совершил выезд на пешеходный тротуар, где наехал на трёх пешеходов. В результате ДТП пешеходы, в том числе несовершеннолетний ребёнок, с различными травмами доставлены в лечебное учреждение города Брянска. Сработали камеры фото и видеофиксации. Водитель Киа при прохождении перекрёстка превысил скорость на 10 километров. Статистика ГИБДД напоминает, за 2022 год от ДТП по превышению скорости погибли 8 человек. В этом году жертв скорости уже 2. В настоящее время госавтоинспекции города Брянска внесены предложения в городскую администрацию об ограничении до 40 километров в час скорости в районе всех пешеходных переходов Адласного центра. Алексей Исипенко при содействии пресс-службы ОГИБДД УМВД России по городу Брянску. Редактор субтитров А.Семкин